Геополитические игроки конфликт этот могут решить, но за последние 25 лет везде, где участвуют в переговорах США и Россия, они всегда вмешиваются в конфликт на конечных стадиях его. То есть они никогда ни по одному вопросу не договорились за последние 25 лет. Именно чтобы конфликт предотвратить. Заморозить его можно. В Сирии соглашение недавно, они заморозили территориально, пока что конфликт. Дейтонские соглашения, касающиеся Боснии и Герцеговини и так далее, и Догорный Карабах. Много конфликтов. Но глобально эти игроки не готовы к прямому диалогу. Если дошло до эскалации, значит они уже изначально по чем-то не договорились. Это геополитически. А более низкий уровень брать конфликтов на Басе, второй уровень, это уже ситуация конкретно ДНР, ДНР, которые поддерживаются Россией. И украинская армия, украинская сторона, которая дипломатически и финансово, скажем так, имеет поддержку Европейского Союза и США в лице Международного Луна Фонда, но не военную поддержку. Это очень важный момент. Наречие инструкторов США здесь, это не означает, что США армию свою используют. Хотя этот фактор используется в России, в информационной войне, что здесь воюют солдаты НАТО. И я был немножко удивлен, когда Лавров недавно отвечал на фресоперей конференции. И когда мы задали вопрос, что означает в Минских соглашениях слово выводить иностранных войск. А там сказано в Минских соглашениях, что нужно выводить иностранные войска. И он, ему кто-то из журналистов, он даже цимбалюк, журналист от Униан задал вопрос, он сказал, ну как, российских войск там нет, получается это солдаты стран НАТО. Дословно он сказал, по нашей информации есть иностранные. Понимаете, какая здесь интересная ситуация идет. Чему все это сказал? Разная трактовка, амбивалентная трактовка Минских соглашений. Не допускает их исполнения и регулирования. Украина говорит, что это российские войска, извините, к натуральной границе, все будет нормально. Не только Украина, и Германия, и, понятно, все-все союзники. Россия говорит, нет, там нет российских войск, вот есть ваши наемники иностранные из других стран, вот уберите их, тогда все решится. Поэтому здесь вот такой вот пинг-понг, так называемый ара-пинг-понг.